Привет! Вы на моем канале ЛиАрт. Сегодня мы рисуем вот такого мопса вместе со мной. Ну что, приступим? Я разделила лист на линии, чтобы было удобно рисовать, и у вас было понимание, что и где находится на данном этапе. По цветам сегодня мы будем использовать умбру жоную, охра, черный цвет и самая белила. На одежду мы воспользуемся чуть-чуть крапла красной или любым другим цветом, который больше вам по душе. По исходным линиям вам видно, где располагаются глаза, уши, нос и так далее. Думаю, с помощью линии вы сможете без труда нарисовать такого же мопса. Начинаем наш закрас охрой. Заполняем всю мордочку. Далее я беру черный цвет и заполняю все, что темным цветом. А это у нас глаза, нос и так далее. Не забываем также о бликах в глазах, которые нам дают реалистичность самих глаз. В любых глазах есть блики от освещения. Они получаются у нас самые яркие, вне зависимости есть ли белок на глазу или его нету. Остальные блики второстепенные, они больше как приглушенного цвета. Если учесть основные нюансы при рисовании глаз, то и глаза у нас будут смотреться более реалистичнее. Соответственно и сам рисунок по итогу будет смотреться также реалистично. Далее мы затемняем, а затем и осветляем наш рисунок. Тем самым создаем объем. Затемняем мы с помощью того, что мы смешиваем краски, добавляя в охру чуть-чуть умбрыженной или наоборот немножко белил. Для чего нам это нужно? Визуально мы воспринимаем сам объем как цветово-теневой рисунок. То есть на примере представим гору и светит солнце, освещение будет падать на поверхности, соответственно низ горы будет в тени. Так вот, если мы видим объем в цвето-теневом рисунке, то мы понимаем, что светлая сторона это возвышение, а соответственно тень это впадина. И чем темнее сама тень, тем глубже воспринимает наш глаз эту самую впадину. Так же и в нашем рисунке, так как сама шерсть мопса состоится из объемов и впадин. Я надеюсь, в этой части было все понятно. Далее мы переходим к фону. Мы закрасили его в черный цвет и перешли к ушам. Уши мы заполняем охрой, жоной-умброй и на кончиках у нас черный цвет присутствует. Субтитры сделал DimaTorzok Как я говорила, не забываем про глаза, прорисовываем блики. Где-то приглушенные блики, где-то яркие. Обязательно в глазу будет источник света отражаться. Это самый яркий блик. Остальные все блики будут второстепенные, приглушенные. Далее по видео видно все мои действия. Я думаю, дальше будет все очень просто. Да, в этот раз видео не 4 минуты, а целых 7,36 секунд. Но я надеюсь, это никак не утомит, так как если вы рисуете вместе со мной, как раз достаточно времени, чтобы было понять. А для тех, кто не любит слишком длинное видео, можно всегда его ускорить, можно всегда перемотать, именно на те моменты, которые вас больше всего интересуют. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok